В зимах, как всегда, началась неожиданно, и городские службы, кажется, к этому были не очень готовы. Снегопады, которые начались еще в выходные, к началу рабочей недели принесли нам ледяной дождь, и весь город облачился в лед. Улица Заводская здесь очень скользко и запросто подскользнуться, а ведь дорога ведет в поликлинику, но вместо нее есть большая вероятность попасть в травмопункт. Дождь даже не пройдешь. Мне тяжело ходить. Вчера коллапс был, как я поняла. Очень долго стояли, час почти на остановке. Не было автобуса, маршруток не было. Но сегодня само хорошо. Сказать, чтобы очень хорошо убирали, нет. Ну и не так уж и плохо. По-всякому. Смотря какая улица. Центр всегда убирается хорошо, а если где-то во дворах, там, конечно, похуже. И правда, на центральных улицах города пешеходные и автомобильные дороги очищены. Правда, местами, но видно, что техника работает. Во дворе дома 24 по проспекту Ленинского комсомола тротуар, как мы видим, тоже очищен и посыпан реагентом. А вот проезжая часть оставляет желать лучшего. И лед, и снег, и из-за этого пробки, соответственно. А во дворах как ситуация обстоит, на ваш взгляд? В дворах еще, по-моему, хуже, потому что, вот смотрите, да, снег прошел. То есть сегодня никакой техники не было, вчера так же. То есть лед. Но пока дочка шли в школу, да, то есть она несколько раз упала, то есть не сыпет ничего. Детский сад «Золотой ключик». Возле него игровая и пешеходная зоны находятся полностью во льду. И если в центральной части города уборкой занимается муниципальная управляющая компания, то здесь работает частная организация. И, кажется, совсем не заботится о местных жителях. Не посыпают здесь, не убирают. Есть такое. С ребенком с коляской неудобно ходить? Неудобно, конечно. Сидите, падают. Кто-нибудь что-нибудь сломает в итоге. Будут жаловаться. А не видели, не посыпают ничем, да? Нет, не видела. Нет, вчера посыпали там. Мы там вот живем, я видела, а сегодня чуть никого не вижу. Зима только началась, поэтому будем надеяться, что управляющие компании войдут в ритм, и город станет комфортным для передвижения всех жителей. По району дежурили. Юлия Погосян, Владимир Бижонов, Видное ТВ.